Продолжение следует... 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 Я прошу вас рассказать немножко о себе. Дело в том, что я знаю слово. Я... Это счастье? Экстрасенс. Вы меня, ради бога, извините, я буду честен, чтобы вы потом по ироничной улыбке не обнаружили то, что я не скажу, я бы сразу скажу. Я в это, честно сказать, не верю. Я хочу вам сейчас продемонстрировать свои способности. Я могу отключить все телевизоры по всей стране, которые сейчас показывают вашу передачу «Поле чудес». Тоже мне Копперфильд. Копперфильд это... Так, тишина, пожалуйста. Минуточку, а вот... Ой, твои, вот это так... Ну? Фу. Что в результате? Все нормально. Что? Все телевизоры были отключены. А звук? Ну вот со звуком мне еще пока ничего не выходит. Сектор приз. Ну, приз в студию! Мама дорогая, меня вход бы подарило. Вот наш актриментальный черный ящик. Ну что, значит, такова традиция. Я бы не хотел... Вы экстрасенс. Я бы не хотел ставить вас в неловкое положение. Так бывает всегда. Я предлагаю вам сразу тысячу рублей. И мы не открываем этот ящик. Ваше решение. Приз. Полторы. Приз. Две. Приз. Две с половиной. Приз. Три тысячи рублей. Приз. Я знаю, что там лежит. Я не знаю. А вы знаете? Посмотрите. Ну, как вы думаете, что здесь лежит? Вот мне просто интересно. Я давал вам три тысячи рублей. Из-за чего борьба? Если вы знаете, что здесь лежит. Что здесь лежит? Банан. Очень интересно. Я давал вам три тысячи рублей. Да. Три сто? Да. Три двести? Три двести? Вы берёте деньги, не берёте банан. 3200. Я беру приз. 3300. Приз. 3400. Приз. 3500. Приз. 3600. Приз. 3700. 3700. Решение. Ахинцы меня не поймут, если я приеду с рублями. Ну? Клянусь вам. Приз. 3800. Приз. 3900. Приз. 4000 рублей. 4000 рублей. Приз. Ну что, я давал вам 4000 рублей. От капитал-шоу Поле чудес. От независимой телекомпании Вид. Ключи. Вот от этого автомобиля. Вы угадали абсолютно точно. Да, да, да. Да, это ваши ключи. Вы не зря торговались. Подойдите, это ваше. Подойдите. Да, 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 да. Да что же я с ней буду делать? Есть, да. Есть здесь. Есть здесь. Так же я ее повезу-то на Сахалин. Вы что? Проходите, проходите. Это ваш. Нет, подождите. Подождите, Леонид Аркадьевич. Подождите секунду. Секунду. Там должен был быть банан. Но я вам крянусь. Вы не довольны. Ну что же вы не... Это ваш автомобиль. Давайте аплодировать этому человеку. Смотри, он недоволен. Что вы там лазаете? Я же говорил, что там должен быть банан. Как вас зовут? Матвей Самойнов. Матвей? Да. А скажите, пожалуйста, а отчество как ваше? Я так не могу к вам обращаться. Папа работает... Учит на барабанах играть. Вот тут я не понял. Я говорю, как ваше отчество? А вы говорите, он на барабанах. Его зовут-то как? Саша Папа. Ага. Вы, получается, Матвей Александрович? Да? Да. Тогда, Матвей Александрович, расскажите, пожалуйста, о женщине, которая стоит рядом с вами. Мама работает по работе, кофе водит. Что водит? Кофе. Возит кофе? Да. Что вы говорите? А куда это она возит кофе? На работу. И она приводит кофе на работу и идёт домой? Едёт домой, да. Едет домой? Просто приводит на работу кофе, едет домой. Ага. А папа? Папа работает барабанами и вводит на концерт. А, папа барабанщик? Да. Слушайте, скажите, друг мой, а вы когда вырастите, вы сами-то кем будете, когда вырастите? Матвеем Смирновым. Вы когда вырастите будете Матвеем Смирновым? Да. А что вы будете делать? Буду... Компьютер сидеть в кровати, спать. Будете сидеть в кровати и спать? Да. Трудный путь вы себе выбрали. Это учиться надо долго. Скажите, так, судя по вашим словам, вы человек неординарный, конечно. Вы нас чем сейчас порадуете? Песней, стихом? Стихом. Давай. Идет бычок косяется, вздыхая на ходу, сейчас доска упадет. Потрясающе! Феноменально! Вы просто опрокинули нас своей памятью. Это очень трудный стих. Как вы его запомнили, я представить себе не могу. Вы можете что-нибудь добавить? Могу. Леонид Аркадьевич. У вас тяжелая судьба. Вы из дома на работу кофе возите, а он будет работать этим, сидеть в кровати и спать. Просыпаться буду. Просыпаться еще будете? Это значит, вы будете в две смены работать. Приз. Приз в студию! Просите, Эдуард Максимович, вы кем работаете? Я врач-психиатр. Вы психиатр? Да. Как вам? Как вам? Как вас не хватает на нашей программе порой. Итак, значит, несмотря на то, что сегодня с нами все-таки Конгресс Гранд Банк, мы обязаны, я во всем случае, обязан вас спросить, что вы хотите? Приз. Приз. Давайте я вам дам 200 долларов, и мы не открываем от ящик. У нас сегодня рублей нет, сегодня с нами Конгресс Гранд Банк, сегодня Международный День Доллара, поэтому 200 долларов устроит вас, и мы не открываем от ящик. У меня зарплата больше. А вы в клинике работаете, да? В клинике. 300 долларов? Нет, у меня 20 тысяч зарплаты. Ну это вы сейчас в рублях говорите, а я вам про доллары говорю. Хотите, вот я вам дам 350 долларов, и мы не открываем этот ящик. Приз. 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 А вы? К психиатру не обращались никогда? Я к психиатру? Да. Зачем? А я что-то смешное сказал, да? Дело в том, что сейчас через человека, по сути дела, у каждого второго человека пограничное состояние, по сути дела. Почему нет, вы это говорите? Ты его не обижай. Не обижай, не надо. Не, вы подключитесь, я все понял. Пограничное состояние. Я вас понял, 400 долларов. Вы об этом? Приз. 450. Долларов. Дело в том, что, Леонид Аркадьевич, я охотник. Мне снегоходный же, он как минимум стоит там намного больше. Вы что, что сказали, что вы психиатр? Я в тайгу хожу в свободное время. 600 долларов. Хотите, я не открываю этот ящик? Нет. Что? Приз. Я вам дал 600 долларов, вы отказались? Приз. Приз, братья или... Приз. Приз. То есть, я вас не уговаривал. Вы отказались от 600 долларов. Я правильно понял? Чтобы потом разговоров не было. Правильно я понял? А... Что? Вы отказались от 600 долларов и взяли то, что лежит в этом ящике. Так? Так. Так? Так. Очень хорошо. 700. И мы не открываем этот ящик, а? Приз. Приз? Давайте как-нибудь покорить, чтобы потом не было ощущений, чтобы вас заставил. Я вам сколько долларов давал? 900. Я? 900? Да. 900 же, да? Ты, ты, ты. А, 900, 900. Я? 900, да. 900? Ну да. Хорошо, пусть у меня выгодность работы. 900, я вам предлагаю, и вы отказываетесь от того, что здесь лежит. Я вам даю 900 долларов. Да на них, я говорю, снегоход не купишь, Леонид Аркадьевич. Какой снегоход? Причем? Что, он в больницу ездит на снегоходе? На охоту, на охоту ездит. Зачем? Причем с охотой? Объясняю. Ваша жена кем работает? У вас жена кем работает? Жена. Тоже врач-психиатр. Тоже психиатр? Да. Вместе работаем. Я просто этого не знал. Извините, я, значит, повел себя некорректно. Тысяча. Нет, приз, Леонид. А? Приз. Бессмысленно. Вы просто не понимаете, о чем идет разговор. Я вам, шутки шутками, но все-таки, как не то, это же, в конце концов, полторы. Полторы? Не, приз. Приз? Я предлагал вам полторы тысячи долларов. Вы отказались? Я вас не уговаривал? Уговаривал. На что я вас уговаривал? Я уговаривал? А что я вам предлагал? Две. 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 Я предлагал мне, пожалуйста, две тысячи долларов. И вы отказываетесь от того, что здесь лежит. Ну, приз. Ха-ха-ха. Хе-хе-хе. Ха-ха. Даркать, это шутка? Это не шутка. Такого нет ни у кого. В вашем Хабаровске... Ребят, сегодня день... День доллара. Послушайте, я вам серьезно говорю. В Хабаровске такого нет ни у кого. Только у вас будет. То есть вы хотите сказать, что я из Хабаровска 9 тысяч километров ехал с другого конца страны... За яйцом? Леонид Аркадьевич, у меня целое психиатрическое отделение. У меня Генрих Абрамович, главный врач, сказал, без призыва не приезжай. Абрамович? Он меня уволит, вы понимаете? Абрамович? Смех. Почему? Для чего оно мне нужно? Вам нужно. Я отвечаю вам, даю честное слово. Вам это надо. Леонид Аркадьевич, знаете что? Я вам скажу. Что? Весь интернет предстоит тому, что вы жулики здесь все. Это вы зря. Это вы совершенно напрасно. Ну и в конце концов, это веселая передача. Что здесь ничего особенного нет? Мои друзья-психиатры, коллеги, сказали, что вы конкретно, понимаете, подсказали женщине букву тогда вот. На прошлых передачах. Потом говорят, у вас ящик с двойным дном. Я вам скажу. Я проверю в ящик. Надо выбирать других друзей. Что вы орете на меня в конце концов? Я вам предлагал, что вы с яйцом. Что я? Вы с яйцом. Я же без яйца ничего не говорю. Я же вам... Я завидую вам. Вы теперь с яйцом. Знаете что? Давайте мне яйцо. Проверите, главное, на меня. Чтобы вы не кричали. Здесь чек на 10 тысяч долларов. От нашего спонсора. И передайте привет вашим друзьям-психиатрам. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ребят, помогите кто-нибудь. Идите помогайте. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Ничего особенного. Тихо-тихо. Проводите. Дайте ему попить и посыпьте ему этим, ему легче станет. Мой юный друг. Вставайте. Батюки, как вы красиво одеты. Как вас зовут? Максим. Отчество. Отчество. Алексеевич. 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 То есть вы Максим Алексеевич, да? Ну и с чем вы к нам приехали на поле чудес? С чешокашкой. Вышел заяц на крыльцо, почесает свое яйцо. Посунул лапу, нет яйца, так и шлепнулся с крыльца. Весна. Пришла к нам в студию весна. Цветы в студию. Судя по тому, что у вас нет кольца на пальце, вы, значит, вы не замужем? Нет. Мне 17 лет. И мне запрещено выходить замуж. Мне ищут мужа. Поскольку я обладаю паранормальными способностями, мне запрещено выходить замуж. Нет, это не кончится никогда. Я отсюда живым не выйду. Чем вы обладаете? Я могу угадывать числа, я очень быстро считаю. И знаю практически все книги. Не надо на меня такими глазками их моргать. Сейчас, секунду. Кто-нибудь, назовите, какие хотите числа, умножайте на что хотите. Сколько времени потребуется? 565 миллионов 275 тысяч 155 умножить на 135 тысяч разделить на 2750. Получается 74 375. Кто-нибудь еще? Это что-то отдельное. Я это проверить не могу. Кто-нибудь записал. Ну-ка, сейчас мы корень 18 степени из 467 умножить на корень 11 степени из минус 323. Сейчас вы такие задачи решаете. Нет, я это решить не могу. Я это сказал вслух, то я с трудом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Получается 23. 23. А черт его знает, может вы и правы. Я не знаю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А простите, а как же мы, если, а вы, вы этого... Ну, хотите? Нет? Нет. Потому что, подождите, я вас очень прошу. Давайте по буковкам. А, кстати, Кит-Китыч, вы, вы это, то есть Кит-Кит, Кит-Кит. Вы, вы-то женатый человек? Нет. Нет. Мне ищут среди людей индига. Зря я вообще сегодня сюда пришел. 600 очков. Ж. Ж? Да. Нет, такой буквы здесь нет. Будете барабан вращать? Да. Вы можете пока, я нарисую ваш портрет. В каком смысле портрет? Я могу еще рисовать. Дайте бумагу и карандаш. А вы вращайте пока барабан, крутите. Два слова о себе. Вы кто, откуда, как, чем занимаетесь? Ну, я сейчас живу в Лобне. Полковник в отставке. Космические войска. О, очень приятно. Вот это приятно. Во всяком случае, нам, слава богу, есть с вами хотя бы о чем поговорить, потому что я понятия не имею, что происходит в космических войсках. Нет, происходит очень много интересного. Существуют в космосе так называемые космические рогатки. Слышали, да? Ну, это такие точки пространства, такие узлы пространственные, где существует очень большое напряжение пространства. Я буду вас прорывать на секунду, потому что у меня сейчас такое ощущение, что мне кто-то натер уже голову. Семьсот очков. Совершенно нормальное восприятие. Семьсот очков. Только букву скажите. Семьсот, да? Семьсот. Не, букву. Ради бога, вы поняли, что он рассказал? Это перемещение. Я пишу как раз сейчас диссертацию. И вы? Да. Голубка моя, вам 17 лет. Какую диссертацию вы пишете? Я уже, я учусь в Академии Жукова. И я сейчас как раз буду скоро защищать диссертацию. Диссертацию. Женя Таркович, пожалуйста. Пожалуйста. Крок. Лучше б ты пугал медведей. Вы будете вращать барабан? Веснушки. Боже ж мой! Веснушки! И перед нами третий финалист Капитал Шоу Поли Финес. А Капитал Шоу Поли Финес от первого канала, от нашего спонсора. Ну, давайте. Цветы в студию. Это громче надо. Цветы в студию. Для них. Вы вручайте. Паша, отдайте цветы. Так. Это вам. Спасибо. А поцелуи он так и не дождался. Спасибо. Спасибо. Вы кто? В настоящее время временно не работаю. По образованию юрист. А что-то вы временно не работаете? К сожалению, безработицу у нас еще никто не отменял. А вы какой юрист? Вы кто? Вы юрист-консульт, вы адвокат, прокурор. Помощник судьи. Бывший. Угу. Подарки в студию. Так надо понимать, что это конфискат. Нет. Это наша глазуновская продукция. Экологически чистая. Никакого конфиската там нет. И химии тоже нет. А если вы безработный, где вы это взяли? Относельчане передали. А, а так вы на селе живете? Фактически проживаю. А зарегистрирован в городе. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Но живете-то вы в селе? Да. Тут большое село? Да, большое. Пожелок городского типа, можно сказать. АПЛОДИСМЕНТЫ Но, когда сообщили, что вас приглашают на поле чудес, в селе-то все знали, что вы едете? Всем рассказать не успел. АПЛОДИСМЕНТЫ Большой юность всего. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, кто-то знал? Знали, конечно. Провожали вас? Провожали. Ну, вас как провожали-то? Большой пышности у нас не было. Проводили-то и все. АПЛОДИСМЕНТЫ Буква И. Нет, неверно. Такой буквы здесь нет. В игре Светлана Рейнгард. Город Валуйки, Белгородская область. Прошу. Прощайте, барабан. АПЛОДИСМЕНТЫ Как зовут вашу маляву? И кто у вас сын или дочь? У меня сын Алёша. Сын Алёша. Сколько лет человечку? Пользуясь случаем, я хочу ему передать привет. АПЛОДИСМЕНТЫ Ему года 4 месяца. Как передать привет? Сыну? Ну, да. Ну, передайте. Может быть, он меня поймёт. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мощный, да? Конечно. Алёша. АПЛОДИСМЕНТЫ